Всем привет! С вами снова Илья. Это обзор прогноза криптовалютного рынка на 12 августа. Сегодня, как обычно, мы посмотрим на биткоин, также оценим его краткосрочные и более долгосрочные перспективы и идеи далее продвинем по альтам. Итак, сам биткоин, в принципе, после роста вчера к отметкам около 46 тысяч долларов, сейчас показывает коррекционное движение, биткоин-доминация все также держится возле 45%. Давайте переходить к BTC, посмотрим, что здесь. Итак, здесь я сохраняю свой сценарий приоритетный, тот, что расчерчивал вам ранее. Три фактора, я напоминаю, которые указывали здесь и указывают до сих пор на то, что потенциально цена может опуститься и зайти на такую, скажем так, от малой до средней коррекции. Это, что цена консолидируется над уровнем, это повторение сетапа, который у нас был на предыдущей коррекционной формации и также дивергенция, которая здесь наблюдается по четырехчасовому и дневному графику. Что же касается потенциала для коррекции, на мой взгляд, здесь она может быть как малой, как я уже сказал, малая коррекция, это означает, что она уже практически закончилась, потому что здесь вот есть такой вот low и цена может просто этот low подбить и фактически просто выбить краткосрочные позиции в long, которые здесь набираются в рамках вот этого диапазона и последствия вырасти. Куда более вероятный сценарий, на мой личный взгляд, это выбивание long позиции более глобальное, которые расположены под вот этим достаточно ярким минимумом. И я вам вчера его расчерчивал, 42 600, на мой взгляд, и диапазон там вниз где-то 41 800, поэтому стоп-лосс предполагается ставить как раз-таки на 41 800, ой, 700, там где-то 50 долларов для того, чтобы застраховаться от более сильного движения за вот этот вот low. Итак, что еще добавить? Да, наверное, все здесь по биткоину, нечего особо здесь размусоливать, мы видим, что сценарий как бы начинает отрабатываться и идея здесь или зайти по более-менее адекватной цене или в принципе пропустить текущий импульс. Вот, куда более интересная и, на мой взгляд, сложная ситуация возникнет, если цена выбивает этот стоп-лосс и идет дальше, потому что здесь никаких промежуточных таких целей для скизового движения я не наблюдаю. И единственная такая цель это возврат 37 500 долларов, то есть за вот этот вот уровень, что уже потенциально может говорить вот так же о развороте со среднесрочного аптренда. Поэтому в интересах быков, так скажем, удержать однозначно уровень 42 600. Ну, уровень сам 43, но понятно, что идем за уровень и вот отметки 42 600 примерно здесь нужно удержать. Вот, а дальнейший расклад, значит, таков, что при движении уже выше и при перебите вот это вот хая, причем незначительное, возле отметок 50 000 долларов, на мой взгляд, будет уже более существенная коррекция. Это уже будет там не 5, не 10 процентов, а я думаю, что может зайти на процентов 15-20 от цены и процентов на 30-40 получается от импульса. Так, давайте перейдем далее. Следующее у нас это эфир. Здесь, к сожалению, хапнули стоп-лосс по безубытку. Ну, была такая длительная консолидация. Эфир решил не пробивать, не проходить этот уровень, поэтому я не вижу смысла здесь уже задерживаться. Возврат в сделку, на мой взгляд, возможен только если цена снова преодолевает уровень 3 170-3 180. И тут уже можно попробовать, опять же, очень аккуратно при импульсном пробое этого уровня что-то делать. А до тех пор эфир, на мой взгляд, как бы отмена пока сценария и на него внимания не обращаем. Давайте взглянем на Ripple. Что здесь происходит? Я вам вчера рассказывал много про Ripple против биткоина, но график так и не показал. Здесь, обратите внимание, была длительная консолидация. Вот вчера Ripple держался перед уровнем, сейчас он этот уровень пробил. Я посмотрел на потенциальное движение. Здесь виднеется и 2 500 и 3 000, что предполагает рост процентов на 10-20. Соответственно, это до уровня. И порядка 40-35% до отметки около 3 000 по отношению к биткоину. Поэтому здесь, с учетом длительности накопления, я думаю, что все выглядит неплохо. Касательно коррекционного движения, это порядка 10% ровно от текущих котировок. Это что мы пока график биткоина рассматриваем. И впоследствии уже рост. Давайте по Ripple посмотрим. Уже график к доллару. 10% коррекции, это центов, наверное, 90.88. То есть, возврат примерно к... Так, а что это за таргеты вообще висят? Непонятно. Просто кто-то написал в комментариях, вот я сейчас точно вам говорю, что кто-то написал в комментариях, типа, спасибо за Ripple. Что-то я зашел в лонг и т.д. Я так понимаю, что мы не очень хорошо друг друга поняли. В Ripple я не предлагал заходить. У меня был только вход потенциально вот с этих отметок и чего-то еще. И по Ripple здесь я просто цели выставлял тех, у кого он есть. Поэтому я вот сейчас очень над этим сильно задумался. Всегда ли у нас есть взаимопонимание. А во-вторых, что касается как бы дальнейших коррекций и дальнейших потенциальных входов. Это вот, на мой взгляд, 85-88 центов. И цели... Ну, по доллару. Самая основная цель это уже текущий хай. И в дальнейшем рост с учетом того, что мы рассчитывали процентов 25-30. Но это доллар 30, доллар 40. Я ориентируюсь больше по отношению к биткоину. Потому что здесь, мне кажется, как бы таргеты вычисляются проще. Потому что на доллар, если мы зайдем, то мы с вами помним, что было вот это вот сильное движение вниз, которое фактически уровней не формировало. Здесь есть уровень, который сейчас Ripple заделал, которого сейчас отскакивает. И впоследствии там практически полная пустота до 1.50-1.60. Поэтому как бы расклад следующий. Так, BNB. BNB достиг второй цели. Еще вчера, я просто забыл его вчера включить. И сейчас немного корректируется. Третья цель. И четвертая, я напоминаю, финальная. Мы все прорабатываем вот этот вот треугольник. Это 430 и 515. Причем 430, я думаю, что здесь уже практически полностью нужно крыть. Это довольно важный хай. И от него часто будет еще более существенная коррекция, нежели сейчас. Поэтому расклад вот такой. Также по Binance Coin мы видим ускорение движения, которое пока что закончилось небольшой коррекцией. Но эта коррекция может быть более существенная. В связи с чем, я думаю, что стоп-лосс по старту этой позиции не стоит пока слишком близко двигать. Я бы сказал, что такое коррекционное движение может упасть на 350 примерно. А это означает, что безопасный стоп это где-то 335 долларов на текущий момент времени. Поэтому обратите внимание, здесь слишком сильно подбирать цену не нужно. Полит. Полит. Вот все пошло прям по второму сценарию, как это было по Monero. Помните, да, цена как бы пробивает, идет пробивает вот этот вот уровень. Впоследствии восстанавливается. И идет уже на реализацию сценария с поджатием. Вот этого вот ценовой отметки 4.20. В моменте показывало около 5. Сейчас после коррекции немного восстанавливается. Ну, в общем-то, фиксировать частично уже точно можно было. Большое количество раз. Финальная цель у нас где-то 5.50. Если я не ошибаюсь, сейчас еще раз замерим. Да, где-то 5.45-5.50 это финальная цель. Естественно, пятерки здесь нужно фиксировать уже порядка 50% позиции. Что касается стоп-лосса, мне кажется, он однозначно должен стоять уже где-то под текущим минимумом. Потому что если будет более глубокая коррекция, там биткоину есть куда падать. Он может потянуть лид. Поэтому это где-то 4.40-4.50. Так, следующая монета. Ее просили рассмотреть в комментариях. Здесь будет новая торговая идея. Ранее не озвученная. Вот, тут у нас монета ICP. Она пробила уровень достаточно неплохо. После этого коррекционное движение было 3 раза. На мой взгляд, сейчас монета выглядит не очень сильно. Пока что предполагает такую более существенную коррекцию. Я думаю, что удастся зацепить ее где-то по отметкам 48.50. Здесь логики довольно много. Во-первых, вот этот вот лоу выбиваем. Во-вторых, падаем на достаточно сильный уровень. Ну и плюс ретест ранее пробитой зоны. Поэтому 48.50 это вход, либо входа нет вообще здесь для меня. Потому что брать по 65, даже с учетом того, что до этого хай был где-то 77, это дороговато. И проблема даже не в том, что это дорого само по себе. Проблема в том, что нам нужно ставить большой стоп. И этот большой стоп будет где-то на 45. И чтобы с 65 хватать в лонг с текущих, нам нужно 20 рисков. А это значит порядка 40 потенциала по прибыли. Если мы берем 40 потенциал по прибыли. Так, 65 это где-то 105, правильно? Ну потенциал, конечно, такой есть. Но стоит ли это того, когда мы можем спокойно дождаться неплохих отметок? Просто ICP, монета, это не тот предел мечтаний, в который нужно срочно залетать. Поэтому мне кажется, или хорошие цены, или ничего. Здесь, ну и потенциал, опять же, я думаю, где-то на уровень 100 ровно-118. Мы должны ориентироваться. Это по отработке формации разворотной, которая здесь сейчас вырисовывается. Вот такая ситуация на текущий момент на рынке. Я вам напоминаю, как всегда, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте в то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. А с вами обращаюсь. Всего хорошего и пока.